местные не стесняются он пустой правда но он наваливает у нее километров под 70 этой бочки возможно пустой мы тоже немножко веселее поедем с 21 мне кажется лучше так тише едешь вернее доедешь как тут у нас интересно да огонь у нас даже кто-то догоняет меня за всю дорогу пока богдал только один самосвальчик он тоже самосвальчик несется а нет дровосек сми как стоячего будет обходить но он тоже пустой не груженые даже не не медленнее ездили интересно насколько тут всего хватает рессоры так и так далее как они выдерживают кто в курсе подскажите я же не буду останавливаться спрашивать через сколько машины рассыпается некрасиво просто интересно ну лихо ж пошел лихо по-другому не заработаешь здесь надо на педальку давить с одной стороны дождик конечно хорошо были ту всю прибил с другой стороны пока больше грязи надевает прохладненько прохладненько 4 градуса всего вот здесь уже чувствуется осень такая не сентябрьская уже ближе так к ноябрю то и ноябрьская только что листики еще мало зелененькие кое-где вот и мы все едем едем уже 90 осталось время уже пол второго уже и обедать надо я уже еду почти три часа с момента что-то как уехал ох надо ноги размять заодно опять обойдем посмотрим ну так урод здесь все в порядке красиво туда скала такая что-то молчит вам как то что поездов нет не сказал бы что тут очень много ездит вроде все будет тишина какая-то вот сколько еду я что-то может один или два состава только проехала мимо и все а где все где-то все подевались залезем туда наверх да если только в тапочках тут и лазить смотрится да отсюда с горы я вообще я в шоке насколько если тут постоянно говорю ездить хватит а кормилица тарахтит не глушил чего все проехал что случилось резко в тормоза дал так теперь надо только как то отсюда слезть в обратной последовательности как залазил но ничего у нас грузинский опыт есть лазание по скалам что там у него случилось что он так резко в тормоза дал не на красиво то скала место шикарное не поехал вот здесь вот самый стрёмный участок камочки то здесь ненадежные ура получилось еще здесь надо сейчас наверх залезть тут тоже ладно оба ну чё родная пахтим дальше километров 80 осталось мелочи по сравнению с мировой революции и правда фигня поедет горы и к внизу а мы вон туда не знаю видно вам не видно вот так вот вдоль хребта вернее даже не вдоль а по хребту и потом туда вот дальше уйдем ну классно река такая там вид просто шикарный а тут ничего не меняется автобан все как положено потихонечку пыхтим не спеша время 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 уже пол третьего вон одиночка побежала на местный на одиночках они тут бегают довольно живо мы не спеша не спеша не спеша не тороплясь никуда поездов нету я не знаю что случилось нету поездов никуда не обратно тот раз когда я тут висел они один за одним тут шныряли там проедут миопа дудят как дела спросят а сейчас что-то все тихо и тихо никто не едет серьезно почему так вот видите куда даже дорога есть что там о вспомнил вот и оно он видите пошел честное слово не знаю может за час последние полтора я не видел вообще тут тишина была поволок контейнера вот после кстати того подъема на котором мы тогда не поднялись вот это можно сказать уже приехал отъехал то очень прилично оттуда но это даже подъемом то не назовешь короче вот если тот подъем прошел ну понятно что северо-байкальском не доехал до магистрального возможно да и добежал я не знаю что будет там дальше но возможно это но возможно это и добежал бы до магистрального тогда потому что все после этого в принципе то вообще даже скажем так практически равнина ну не то что равнина вот так вот по хребту едешь то есть нету таких резких перепадов вверх вниз туда-сюда позволим что дальше будет интересно все интересно вот первый раз вам будем пересекать с того момента как сушку то вы ехали ну вот тут гора хорошая мы сейчас спускаемся с этого хребта вниз здесь такой подъемчик хороший хороший в обратную сторону соответственно в лес дорожка съехал и все аривидерчи под мостом сухо сразу пыль если бы дождик маленький не шел то всю дорогу пылище стояла бы может срежем судой первую че тут не хватает так как грейдера грейдер хорошо прошел судя по камням с это вот возле обочины то иногда захаживает редко но захаживает так конечно вот если грейдер прошел прогреб все это дело было бы тут поинтересней а так как есть этим 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 73 осталось километра можно сказать уже почти приехали почти на месте как раз к вечеру к ужину приедем и спать ляжем аккумулятор прям потеряли аккумуляторы кто-то так летел что аккумуляторы по выпрыгивали или что вот прям по среди дороги валяются просто на маленькой это кто-то тут по ямкам так давал что аккумулятор выпрыгнул ну это я шучу конечно но если их выкидывали ну как то что то вот сюда вот поставили зачем прям по центру то выкидывать о видите как мы уже даже разгоняемся но ненадолго здесь такое ощущение что ходил грейдер причем не очень давно тут разогнаться не получится вот ямка ну вот первый населенный пункт после как его после уискута звездный тут вроде бы даже асфальт по нему второй паровоз там даже он какой-то памятник что-то такое то ли трактор там то ли что стоит сейчас мы сходим посмотрим есть мостик сейчас новый асфальт вот куда надо со спиннингом идти да на вертушечку тут тут мелко конечно все асфальт кончился быстро звездный вам а а порвоз знает где бегать чтобы косточку выпросить бам поселок звездный 45 лет в девятнадцатом году установили в 74 началась эта стройка великая вот вот такой техник это его и строили правильно здесь на другой то здесь было не проехать да 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 вот на таких вот вездеходиках здесь и пацаны строили вот эту вот железку ну а потом вот чё кто-то остался кто-то живет вон живые дома живут люди рыбку пошли ловить все как положено мы стоим ну ладно я думал звезды там три дома нету тут посерьезнее даже двухэтажные хоромы есть ну да вот дом двухэтажный и тут же этот год типа сарай а огороды ну как земли с люди кормятся правильно как что посеешь что пожнешь по другому здесь никак что-то там он наверное советских времен стоит может какая гостиница была но серьезная станция здесь на такая перевалочная получается нормально даже асфальт видите правда он местами подгулявши вон есть а это я говорю либо не достроили союз развалился либо уже все убили после этого ой 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 асфальта хватило вот на один километр хорошего а вообще хватило на один километр асфальт закончился дальше опять гравейка а больше нас не будет осчастливленным асфальтом не будем нет нет тоже как этого нецелеса пилка тут 1981 году вот уже это все построили он там чё-то не мать как нет не вижу букв заглавных вам 1980 это что вот семьдесят четвертом 74 как бы началась уже на 80 здесь уже вот все вот это было даже я пригодна или как в общем неважно я ну жизнь тут есть чего люди живут понятно что кроме леса здесь больше заниматься то нечем но прицепы лесовозовских стоят здесь он сколько дровишек ездить конечно тут мы открылись это что а здесь наверно какая-нибудь кафешка чай хана точно столовая эльмеш знаю магазин дорожник даже есть все как положено я так думаю что даже тут переночевать можно под камень не факт конечно что проснешься с соляркой я ничего не утверждая просто делал предположение но хотя на я думаю здесь в этих местах такого нет скорее ты где-нибудь во франции без солярки проснешься в испании в италии да и той же германии с бельгией и вообще чем в этих местах места не слышал так вот сейчас ехал там ребята говорим что вот в районе вот у петра вот тут в районе тайшет а вот между тайшетом и нижнеудзинском типа у петра на стоянке сливают я там ночевал там бесплатно вот и якобы там вот между вот это на этом участке двумя машинками по ночи без номеров даже зажимают за что купил зато и продал все звезды кончился может здесь появились веселее пойдет ну пока вот была под такая вся так юмой топить можно счета за гравейка почти асфальт лапса такая тоже сильно быстро нельзя называть скальник никто не отменял вот так вот такое я слышал сказали мне что вот якобы промышляют но это я один раз только слышал подтверждение больше пока нет кого-нибудь продолжаем наш путь у нас случилось со скамеечкой самосвальщиков ух ты ух ты а морда то нету колес нету сзади по одному колесу стоит поволокли в ремонт наверно в иску потащили так вообще по сторонам смотришь красивейшие дикие места у меня даже кореша машинка здесь съездила вот тот магистральный как раз не знаю если найду видео приложу медведя кормим если найду приложу может нам повезет мы тут хозяина тайги встретим конечно с ним пообщался но только находясь в кабине так и выходить здороваться за руку еще то как то вот я думаю он может неправильно понять просто нету там нигде на горе михалыч не дать да у нас кто барбос бегает или это может какой-нибудь шакалыш не водится а не это собака или лис не собак жулик что ты тут заблудился куда бежишь кому в гости нифига не улучшилась гравейка как бы ну нет получше стало конечно чем до звездного тут в целом случае таких камней нету тут временами даже вот до 25-30 можно разогнаться без ущерба тут по чуть поинтереснее повеселее вернее 70 километров вот получается до звездного я ехал 4 часа от стоянки ну вот вот звездный недавно закончился не осталось машина несется кто несется куда несется вот вся бы такая была так и можно было и не ругаться на эту гравейку по сглазил по 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 и по 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 в и по по м карифан мой видео прислал как он стоял эту медведь возле полупреца походил где-то здесь где именно я не знаю в таком месте ну где-то вот в этих краях поэтому так не будем наделать время у нас уже 16 24 осталось нам 54 километра за как америка америка несется не знаю не только америка кстати ветка здесь сейчас вот идет одноколейная вот в звездам такая транспортная типа узел такой и получать на следующие будут не я не я не я мне как-то ориентировочно киндров 20 на ней еще вроде бы как там связь появится здесь нету вообще не билай на мегавонии ничего нет единение с природой красота целый день вот я еду вообще тишина телефон молчей сказка автобан подгулявши до базара нет чушь мы хотели ничего не хотели еще такого шокирующего нет в этом с нами почти останавливаться приходится а что делать нас уже еще одна одиночка с полуприцепов я пока только один обогнал какой-то на московских номерах тоже ска не было синенькая все больше ни один полуприцеп меня не обогнал одиночки до местные они тут бегают лихо ехай научу кто думает что давай давай на по петаль пол пошел бой даже автобуса ездить а что за маршрут байкальский скуду пусть кут знаю за каждой написано а вот уже и река это катрика не я линия и соответственно сейчас не я а правильно не я не бель не бель не бель не я тут смотрите на название прикольно она мелко такая то ешь то широковато но такая мелкая сама по себе тут наверно вот этих хариусов можно должны быть я так думаю мы в сибири как раз в такие речки ходили таежные хариусов ловить на мушку вы посмотрите такого как какая прелесть нетронутая первозданная ну почти природа а здесь уже двух колейка пошла а вот наверно какая-то тут тут опять потому что было а то колейка вот она вон она ведь и вот там отсюда уже начинается двух там он одна а дальше уже вот все пожалуйста значит не я уже рядом продолжаем разговор по гравейке не знаю что там что-то что-то происходит то ли что-то перегружают кого-то то ли что с подъедем посмотрим ну как бы проезд пока закрыт как-то интересно по-другому нельзя стать перегружать чтобы не перекрывать и наверно нельзя раз перегородили дорогу подождем ничего страшного просто интересно чего не там делать может кто сломался чего-нибудь а там колеса что-ли колесо он что-то грузит бензовознике там с колесами очередной обход дождик не прекращается только скальник скалы вроде все хорошо тьфу 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 рожок не видать вымазался протрем палец потом протрем здесь вроде все не беды сейчас поедем ребят свою работу дела дела свои сделают я кстати вот этот камаз одиночка обгонял которую там чем что-то грузит перегружает ну он уже я так понял собирается а не понимаю резину наверно колеса как все на меня дошло пацаны колеса меняли и наверх просто закидывали им чтобы куда-то положить можно было утверждать сто процентов не могу но может быть из-за того что быстро ездят не дай бог да у них хоть все колеса запаски все наверху на бочках лежит тоже интересно нет специально место под для где возить запаски ну понятно как ты его туда запрешь никак ну да не у него с той стороны есть под запаску место ну короче вот этот один одиночки ему запаску наверх закидывал взаимово ручка все здесь особенно здесь в этих местах по другому нельзя у нас чем ближе к не я тем автобан за хуже хуже я тоже потихонечку ползет он впереди я вот даже догнал наверно еще медленнее чем я есть здесь быстро быстрее не поедешь это увидите что делать какая прелесть это был разъезд там дальше вот опять одноколейка идет сейчас уже в нее будет разъезд правильно две строить то тут какой смысл на калининградских номерах здесь чудо калининградских я тут не ожидал увидеть домске коллега томске он совсем уметь одиночки лихо парни на камазы польцем я вам только дыма стылу так вот и дым 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 под притягивает сейчас я даже кого-то обгоню наверное потому что сейчас сейчас еду 11 километров в час я его догоняю тоже медленнее уже как-то ну совсем пешком быстрее получится и нему давайте наверно его потихонечку объедем правильно ну да он тоже железа кицы он везет тоже стрёмно так они у него лежат там прицеп томский тягач московский тихонечку потихонечку крадемся вот так да автобам с нашей стороны тут поинтереснее наверное чуть-чуть можно повеселее ехать чем по левой стороне смотрите как выкосило деревья здесь на этой горе все повалены пожаром пожарящим был пожар видно что здесь угорело тоже горели иркутская область не в этом году вот они все погорели и все вот в основном почти все попадали а мы все там же возле бам что случилось что-то запринчало так вы ж носитесь по камням-то неудивительно что что-нибудь может изобрымчать что произошло а на пустом колесе дядька ну-ну даже маленькие видите это все скальничек скальничек влазит он во все колеса и в большие и в малые а то он и скальник сейчас дядька запаску поставит если она у него есть конечно поедет сколько там леса сколько там леса сколько там бревен не он говорит не я в общем мы приехали в не я правда что удивительно у меня билайн тут не заработал я дай-ка там полез поковырялся смотрю никого не есть в интернета нет есть этот ток связь просто связь вот сейчас короче сюда да не я в общей сложности ехал почти 7 часов до 100 километров ну я просто можно было конечно и быстрее просто может быть я так ехал в таком уже чересчур щадящим режиме вот отсюда остается 35 сейчас мы тут наверное если тут есть какая-то нибудь харчевня сходим какого-нибудь первого быстренько похлебаем должно быть что-нибудь я так думаю и продолжим позвоним клиенту если позвонимся куда там ехать вот но сегодня однозначно надо место ехать чтобы это по светлому то может быть и не получится уже до конца но ничего страшного такой с таким скоростным режим как мы ездим по темному так как разница никакой не по светлому ура мы нашли асфальт насколько надолго не знаю что там вроде наши вот все колесики у нас пока в целости где нибудь что нибудь где можно супчика похлебать идея должна быть у нас же АЗС есть квадрус нет в кольцах АЗС не я так и называется не знаю не знаю что-то не видать ничего ну если нет значит сейчас кафе бар по-моему тут все закрыто значит сейчас полезем опять забыл бомж пакетом что делать магазин какой то есть и он даже якобы открыт скорее всего придется да как говорили что это в небе ли там есть небе там есть кафешка все блин туда еще 30 километров а если дальше такой же бездорожье это по асфальту туда ехать полчаса а по бездорожью может еще и три часа сейчас посмотрим если ничего нет встанем покушаем потому что я еще не ел вот с утра как чай попил а уже время 6 вечера ну так на ходу тут то бананчик то кусок колбасы так в рот кинул пожевать у меня там даже чё-то пили мкнула интернет появился что ли так ты уже бережешь свой этот мерседес на такой мерседес так бережу что тут конечно я все понимаю но болен даны на него вообще не стоит есть никуда понятно в общем нифига мы тут это нифига тут нет асфальт заканчивается начинается бездорожье ясно короче вот за мы сейчас тут кухню разводить прямо здесь прямо тут вот на дороге остановлю а что а чё делать кому сейчас легко не снимает не снимает трубку это не хорошо вагоны с углем пошли полные полные уголька с кузбасса откуда-нибудь и засыпно не приедем уже будет совсем темно еще 13 километров звонил этому получателю трубку не снимает где куда ехать сказали что вроде как есть какая-то стояну не то что стоянка там кафе там люди стоят спят подъедут туда я попробую еще раз позвонить если не получится то все уазики они тут не берегут носятся на них камаза тоже вахтовка пошла меня так делка обходил визжал тут вчера его там двуногого мы с ним туда-сюда то он меня то я его обходили здесь сегодня вот примерно как это вахтовку по этим ямам тут нормально нормально так пошел Нихрена вы видите, что на дороге делается Асфальт Такой Асфальтный асфальт Ёма, я уже 40 еду, разогнался Быстрее боюсь Отвык уже Ну вот как бы мы вот в Небель Небель Был ты тут, Небель Вот и я тут Ну был до этого, но Небель В общем Так, сейчас я надо Что здесь такое Видео, барька передзошел А то он так моргает, стоит Ну на Чего он так моргает, стоит Что-то каплачка какая-то или что Он так просто еще восстановился Он просто восстановился Вот Да Как правильно мне дружище подсказал, что Мегалонии здесь нет Сейчас я остановлюсь Потому что мне как бы через 2,5 километра Но я забил адрес, который как бы у меня в выгрузке Ну, по заявке Блин, там вообще улица школьная 3 Что там делать на школьной 3? Вот Говорили, что здесь есть кафе Возле кафе Останавливаются Машины стоят Поэтому вот сейчас, наверное Сейчас вот здесь встанем Попробуем позвонить Если не дозвонимся Ну, значит будем здесь живут Наверное и ночевать Я так думаю С 10 до скольки работает? До 9 До 9 До 9 вечера кафе работает В общем Ну, что Дозвониться Ни до кого я не могу Кто трубку не снимает Ну, что Возим-то тут Вот Какие-то фонари Возле фонари Возле кафе Или вот туда переехать Наверное сейчас Вот туда перееду И все И будем здесь Полностью Спать До завтра Возле колеса Все хорошо Доехали Слава Богу Да, все нормально Все, сейчас вон туда перееду Там он посветлее И Еще будем тут стоять Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу Слава Богу